151. О сокрушении. Слово второе. К стелехию. Как возможно быть тому, что приказал ты, святый Божий человек, стелехий? Как от души, столь слабой и холодной, произойти словам о сокрушении? Кто намерен сказать об этом предмете что-нибудь доброе, тому надобно, я думаю, самому больше и прежде всех других воспламениться и гореть такой ревностью. Что произносимы им слова об этом? Сильнее раскаленного железа врезались в душу слушателей. А у нас нет этого огня. Но все, что внутри, прах и пепел. Как же, скажи мне, как зажечь нам этот пламень, когда у нас нет ни искры, ни подложенного вещества, ни ветра, который бы притек и раздул этот пламень вследствие великой мглы, какую распостерло над нашей душой и множество грехов. Я не знаю. Пусть же будет тобою, давшим приказание, сказано и то, как это приказание может перейти в дело и получить надлежащее исполнение. Мы предложим в услуге свой язык. А ты моли исцеляющего сокрушенных сердцем, подающего малодушным долготерпение, воздвигающего с земли бедного, чтобы он вожег в нас тот огонь, который обыкновенно уничтожает всякую немощь человеческую, истребляет всякую сонливость, беспечность и огрубелость плоскую, направляет полет души к небу, а с того свода небесного, как бы с какой возвышенной вершины, показывает всю суетность и обманчивость настоящей жизни. А кто не может возлететь туда и воссесть на этой высоте, тому невозможно видеть, как следует ни земли, ни того, что делается на земле. Так как здесь много есть такого, что омрачает зрение, много такого, что возмущает слух и удерживает язык, то, надобно уклонившись от всякого шума и дыма, удалиться в ту пустыню, где тишина великая и ясность чистая. А шума никакого, где глаза пристальны и неуклонно устремлены к созерцанию любви Божией. А слух невозмутимо предан одному занятию – слушанию Слова Божия и вниманию к той стройной и духовной гармонии, сила которой, однажды пленив душу, так овладевает ею, что человек, увлеченный этой мелодией, неохотно принимает и пищу, и питье, и сон. Посему этой силы не может ослабить ни смятение житейских дел, ни напор многих плотских пожеланий. До этой высоты духовной не достигает поднимающийся шум бури, происходящей внизу. Но как взошедшие на вершину гор, не могут уже ни слышать, ни видеть ничего, что делается или говорится в городе, а слышат какой-то неясный и неприятный шум, который нисколько не лучше жужжания ос. Так и удалившийся от житейского и возлетевший на высоту духовного любомудрия, не чувствует ничего нашего. Потому что пока душа вращается на земле, тело и чувства телесные облагает ее бесчисленными цепями, со всех сторон собирая страшную бурю переходящих удовольствий. И слух, и зрение, и осязание, и обоняние, и язык вносят в нее извне множество зол. Но когда она воспаряет и предается занятиям духовными предметами, то заграждает вход греховным мечтаниям, не закрывая чувств, а направляя их деятельность на ту же высоту. Как грозная и строгая госпожа, начав приготовлять разнородную и тяжеловесную драгоценную масть, и нуждаясь для этого во множестве рабочих рук, будит своих служанок и приведший их к себе, одной приказывает отбирать в решето еще и неприготовленные ароматы, другой взять безмен и весы, и смотреть внимательно, чтобы их не вошло меньше или больше надежащего. И через это не нарушилась бы соразмерность приготовляемого состава. Одной вели творить, что нужно, другой тереть, что нехорошо протерто, а третий соединять и смешивать одни вещества с другими, одной стоять с пушином, другой с другим сосудом, а третий держать что-либо иное. И таким образом, приблизав к делу и ум, и руки их, не дает ничему испортиться, тщательно присматривая за всем, и не позволяя глазам блуждать и развлекаться по внешним предметам. Так и душа. Приготовляя эту драгоценную масть, то есть сокрушение, обращая чувства к самой себе и останавливает их рассеянность. Если случится ей, собравшись к самой себе размышлять о чем-либо праведном и богоугодном, она тотчас заставляет чувства прекратить свою деятельность, чтобы они не взяли в нее неблаговременно чего-либо ненужного, и тем не возмутили внутренней тишины ее. Поэтому, хотя прирожаются и звуки к слуху, и видимые предметы к зрению, но ни один из них не проникает внутрь, так как деятельность каждого из этих членов бывает обращена к душе. И что я говорю о звуках и видимых предметах? Когда многие из бывших в таком состоянии не чувствовали не только того, что другие проходили перед их глазами, но даже и того, что ударяли их. Такова душевная добродетель, что желающему легко находясь и на земле, но как бы восседая на небе, не чувствовать ничего происходящего на земле. 153 Таков был блаженный Павел. Вращаясь среди городов, он был столь далек от всего настоящего, сколько мы отличаемся от мертвых тел. Так, когда он говорит, я распялся миру, распялся и мир распят для меня, то разумеет эту нечувствительность к земному, и даже не одну эту, но и другую, такую же, как что она была в нем двоякая. Он не сказал только, мне мир распят, и замолчал, но последующими словами указал и на другую нечувствительность, сказав, и я миру. Великолюбо мудрие в том, чтобы мир почитать мертвым. Но еще большее и гораздо важнейшее в том, чтобы и самому быть как бы умершим для него. Итак, изречение Павла означает следующее. Он, по словам его, далек был от настоящего не столько, сколько живые от мертвых, но столько, сколько мертвые от мертвых. Живой, конечно, не питает пристрастия к умершему, однако имеет другое какое-либо чувство, или удивляется еще красоте покойного, или жалеет и плачет о нем, а мертвый к мертвому не питает и такого чувства и расположения. Это желая выразить, он к словам, «Ибо для меня мир распят, прибавил, и я для мира». Видишь ли, как он был далеко от вселенной, как, шествуя на земле, достиг до самой небесной высоты. Не говорим ни о горных вершинах, о лесах, о долинах, о непроходимой пустыне. Одних их недостаточно для освобождения души от шума мирского, а нужен тот пламень, который возжег Христос в душе Павла и поддерживал сам блаженный духовным помыслом и поднял до такой высоты, что этот пламень, начавшись снизу, с земли, достиг до самого неба и до высшего неба, до самого высшего, ибо сам он был восхищен до третьего неба. На его расположение и любовь ко Христу протирались выше не только трех, но и всех небес. По телу он был мал и нисколько не превышал нас, но по расположению духа чрезмерно возвысился над всеми людьми, существующими на земле. И тот не погрешил бы, что представил бы состояние этого святого под таким образом. Будто бы какой пламень, обнявший поверхность всей земли и поднявшись вверх, прошел со всех сторон небесный свод и, пробежав сквозь лежащий выше его воздух, воздух ли это или что другое, наполнил огнем середину между двумя небесами и здесь не остановил своего течения, но вдруг, устремившись, поднялся до третьего неба и сделал все одним огнищем, которого широта равняется пространству всей земли, а высота расстоянию третьего неба от нас. Впрочем, и таким образом, я кажется, не изобразил и малейшей части любви его. А что эти слова не преувеличены, всякий точно может узнать, прочитав написанное нами об этом предмете к Дмитрию. Так должно любить Христа, так отрешаться от настоящего. Таковы были души и у святых пророков. Потому они и получили другие очи. Отрешиться от настоящего было делом их собственного усердия. А что потом у них открылись другие очи для созерцания будущего, это уже было делом Божьей благодати. Таков был Елисей, так как он отдалился от всего житейства, возлюбил царство небесное и презрел все настоящее, то есть царство и власть, и слава, и всеобщее уважение. Кто и увидел никем не виданное никогда, целую гору, покрытую строем огненных коней, и таких же колесниц и воинов. 4 цар 6.17. Кто прельщается настоящим, тот никогда не удостоится созерцать будущее. А кто пренебрегает здешним и считает его не лучше тени и сновидения, тот скоро получит великие духовные блага. Так и их богатство, принадлежащее мужам, открываем своим детям тогда, когда увидим, что они стали мужами и пренебрегают всем детским. Но пока они прельщаются последним, мы считаем их недостойными первого. Душа, не приучившаяся пренебрегать маловажным и житейским, не в состоянии будет созерцать небесное, равно как и созерцающее последнее не может не посмеиваться первому. Это говорил и блаженный Павел, хотя слова его и относятся к догматам. Однако могут быть применены и к нравам, и к дарованиям именно. Душевный человек не разумеет того, что от Духа Божия. 154. Итак, мы, как я сказал, должны искать пустынное жительство не только в каких-либо местах, но и в самом произволении. Прежде всего другого, душу свою вести в самую необитаемую пустыню. При таком расположении блаженный Давид, живший в городе, управлявший царством и обремененный бесчисленными заботами, был объят любовью Христовой и сильнее живших в пустынях. Таких слез, вздохов и рыданий днем и ночью едва ли кто увидит у кого-либо изныне распявшихся для мира, если только такое действительно найдется. При этом мы должны не только обратить внимание на слезы, но и вникнуть в то, кто их проливал. Потому что не все равно, обличенный ли царским достоинством, всеми почитаемые и не подлежащие ничьим обличениям, смиряется, уничижается и изнуряет себя, или делает то же самое, не имеющий ничего такого. Царя многое доводит до расслабления и препятствует ему собраться духом. Он этой же дневной роскоши расхлабивает и изнеживается, и властью нагнивается, и увлекается в гордости. Его воспламеняет и любовь к славе, и не меньше того, любовь плотская, рождающаяся от власти и питаемая роскошью. Кроме того, вихри забот, устремляющиеся на него со всех сторон, возмущает душу его не меньше тех страстей, и посему сокрушение, встречая столько преград, никак не может найти доступа к нему, ибо и свободная от всего этого душа трудом может насаждать в себе это благо. А частный человек, если только он не крайне развращен, чужд всего этого смятения, потому и может предать сокрушению с меньшим неудобством, нежели пользующийся таким могуществом, властью и честью. Как трудно и даже невозможно смешать огонь с водою, так, думаю, невозможно совместить наслаждение земными благами с сокрушением, потому что они противоположны и несовместимы между собою. Одно есть мать слез и трезвенности, а другое смеха и неумеренности. Одно делает душу легкой и окрыленную, а другое приводит ее в состояние тяжелейшего всякого сменца. Но я не сказал еще самого важнейшего, того, что Давид жил в те времена, когда не требовалось особенной строгости в образе жизни. А мы приступили к подвигу тогда, когда полагается великое наказание не только за другие грехи, но и за смех, и напротив постоянно одобряется плач и спорть. Однако этот блаженный, разрушив все препятствия, предавался сокрушению так сильно, как будто бы был из числа простых людей и никогда не видал и во сне ни царства, ни царства великолепия. И в Порфирии, и в Диадине, и на царском престоле показал такое же сокрушение, как сидящий во вретече на пепле и с пустыми. У кого действительно есть это благое настроение, оно оказывает такую же силу, как огонь в терновнике. И хотя бы такого человека угнетало множество зол, хотя бы опутывали его многие верви грехов, хотя бы сильно горел в нем пламень с похоти и окружало его великое смятение житейских дел, это сокрушение, как бы крепким бичом совершенно рассеет все такое и удалит от души. Как легкая пыль не может устоять против напора сильного ветра, так и множество похотей не может выдержать устремившиеся на них силы сокрушения, но исчезает и рассеивается скорее всякой пыли и дыма. Если плоская любовь так порабощает душу, что отвлекает ее от всего и подчиняет влиянию одной возлюбленной, то чего не сделает любовь ко Христу и страх быть отлученным от Него. То и другое так волновало душу пророка, что он иногда говорил, как олень желает потоком на источники водные, так душа моя к Тебе, Боже. И еще, душа моя, как земля безводная к Тебе, и прилипла душа моя к Тебе, а иногда, Господи, не яростью Твоей обличай меня, не гневом Твоим наказывай меня. 156. Пусть никто не говорит мне, что Давид написал этот шестой псалом, оплакивая свой грех. Это неверно. И сделанная наверху псалма надпись не допускает такого предположения. Если бы содержание псалма нельзя было указать в надписи, то можно бы, если угодно, применить этот псалом и к обстоятельствам того греха. Но когда известен другой псалом, сказанный по этим обстоятельствам, а настоящий псалом имеет иное содержание, то прошу, не станем приводить в беспорядок божественное и собственным суждениям предавать более важности, нежели догматам, изреченным от духа. Не станем предавать. Какая же надпись шестого псалма? А осьмом, говорит Давид, какой же это восьмой день, если не тот день Господень, великий и славный, подобной печи горящей, которая заставит трепетать и горние силы, и силы небесные, сказано, подвигнуться, поколеблються, и изъедет огонь предтекущий царю Христу. Он назвал этот день восьмым, указывая на перемену настоящее состояние и на обновление жизни в будущее. Настоящая жизнь не что иное, как одна седьмица. Начинается она первым днем и оканчивается седьмым. И потом опять круговращается в тех же пределах, подходя к тому же началу и нисходя к тому же концу. Поэтому никто не называл бы Дня Господня Воскресного восьмым, но первым, потому что круг седьмицы не простирается до восьмеричного числа. Когда же все настоящее прекратится и разрушится, тогда наступит течение восьмого дня. Оно не будет возвращаться к началу, но устремится в дальнейшее пространство. Итак, пророк от сильного сокрушения имел всегда в памяти у себя последний суд. Среди такого почета и удовольствия непрестанно верил перед собою тот день, о котором мы едва вспоминаем в скорбях. И постоянно размышляя о судьбах Божьих, написал этот псалом. Что же говорит он? Господи, не яростью Твоей обличай меня, и не гневом Твоим наказывай меня. Называя яростью и гневом великую силу наказания. Он знал, что Бог свободен от всякой страсти. Хотя и сознавал себя достойным не мучения и наказания, но и почести и венцов. Его вера, которой он низверг башню иноплеменников Голиафа, и весь народ иудейский, исторг из самых врат смерти и благодеяния, оказана им не раз, не два, многократно своему гонителю Саулу. И прежде того, приговор о нем, произнесенный самим Богом, достаточно показывал доблесть этого мужа более самых заслуг его. Дела человеческие, как бы ни были велики и дивны, могут, однако, быть подозреваемы в порочности, хотя заслуги этого праведника, Давыда, по большей части свободны от всякого подозрения. Но когда свидетельствует Бог, тогда приговор не подлежит никакому подозрению. Если бы Давид не представил самого верного доказательства своей доблести, то и не получил бы небесного засвидетельствования. Что же Бог говорит о нем? Обрел, говорит, Давида, сына Исеева, мужа по сердцу моему. И однако после такого суда Божия и после таких подвигов своих он произносил слова, свойственные осужденным и не имеющим никакого дерзновения пред Богом, исполняя евангельское повеление, «Когда сотворите все, то говорите, мы рабы, ничего не стоящие». Что больше этого, сказал и тот, действительно исполненный множество грехов, мытарь, который не осмеливался ни взглянуть на небо, ни произнесть много слов, ни стать вблизи фарисея, этот поносил его, говоря, «Я не таков, как прочие человеки, хищники, неправедники, прелюбодеи, или, как этот, мытарь». А тот принял его слова так, как будто бы не слыхал ничего обидного и не только не вознегодовал, но и под силу скорбителей и гордеца такой честью, что признал себя недостойным той земли, которую этот попирал. Не произнес ничего, кроме исповедания своих грехов и, сильно ударяя себя в грудь, горячо молил Бога, быть милостивым к нему. Впрочем, нисколько неудивительно, что он так поступал, потому что множество грехов заставляло его волей и неволею преклонять голову. А что праведный и не сознававший за собой ничего такого приступал к Богу с таким же самоосуждением, как мытарь, это удивительно и показывает душу истинно сокрушенную. Ибо чем отличается от слов «милостив будь, ко мне грешнему, слава Господи, не ярости Твоя обличай меня и не гневом Твоим наказывай меня». Последнее даже более выражает, сколько первое, нежели мытарь не смел взглянуть на небо, а праведный Давид взял гораздо больше его. Тот говорил, будь милостив ко мне, а этот не осмелился сказать и этого, не сказал, «не обличи меня, но не яростью Твоей, и не сказал, не накажи меня, но и гневом Твоим не накажи меня». Молил не о том, чтобы не быть наказанным, но чтобы не тяжко быть наказанным. Таким образом, из всего можно видеть смирение души его, и из того, что он почитал себя достойным такого наказания, и из того, что он не осмеливался умолять Бога о совершенном прощении, а это свойственно крайне осужденным и признающим себя грешнее всех людей. А еще важнее то, что и самого избавления от тяжкого наказания он просит у милости и человеколюбия Божия, как немощный. «Помилуй меня, Господи, ибо немощен я». Что это? Удостоившийся такого засвидетельствования и незабывающий судеб Божиих, «Судьбы твои», — говорит он, «я не забыл», «Сияющее светлее солнце», говорит такие слова, «Да». То и достойно удивления, что, совершивший столь великие дела, ничего великого и не сказал и не подумал о себе, но почитал себя последним из всех и просил себе спасения от одного человеколюбия Божия. Он как бы так говорил, «Я достоин неослабного наказания и вечных мучений, но как я уже не в силах переносить, то и молю об избавлении меня от настоящих бедствий, подобно рабам, сделавши много худого, которые не могут сказать, что они согрешили, но так как боль от печей невыносима, то умоляют, наконец, о прекращении ударов». Но здесь, я думаю, Давид разумел еще и другую немощь. Какую же? Немощь, которая в нем происходила от скорби и воздыхания. Когда постигнет нас с великой силой чрезмерная скорбь, то она пожирает всю силу души. Это, я думаю, испытывал и праведник от сильного самоосуждения и от того, что не увлекался приятными надеждами, но всегда противоположными. Это ясно выражает он и в дальнейших словах. Сказав, «Господи, не яростью Твоей обличай меня, помилуй меня», он присовокупил, «Ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо сокрушены кости мои и душа моя сметена во мне очень». Если же тот, у кого совесть была так чиста, молит, чтобы дела его не подверглись строгому исследованию, что сделаем мы, которые обременены столь многими пороками, так далеки от его дерзновения и не оказали даже малейшей доли его исповедания. Почему же этот блаженный изрекал такое исповедание? Он был убежден, что никто не оправдается перед Богом, что и праведный едва спасается. Поэтому и умоляет Бога иногда так, «Не входи в суд с рабом Твоим», а иногда так, «Помилуй меня, Господи, ибо я немощен». 159. Замечательно, что Давид нигде не упоминает о своих добрых делах, но представляет свое спасение, предоставляет человеколюбию Божию. Это свойственно сокрушенной душе и смиренному духу. И оттуда произошло то, что совершивший великий добродетель боялся и трепетал боли и грешников. А что Давид так трепетал и боялся, послушай, так он сам говорит, «Если, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит?» Знал он, ясно знал, что мы много должны Богу и что самые маловажные грехи достойны великого наказания. Предвидел задолго, какие заповеди даст Христос по пришествии своем. Верил, что будут строго осуждены не только убийства, но и оскорбления, и злословия, и порочные мысли и смех, и празднословие, и шутовство, и другие еще менее важные пороки. Посему и Павел, хотя не знал ничего за собою, говорил, «Хотя я ничего и не знаю за собою, но тем не оправдываюсь». Почему? Потому что он, если не сделал ничего худого, как и действительно не сделал, то не считал себя вполне воздавшим подобающую Богу честь. Мы хотя бы умерли тысячу раз, хотя бы совершили всякую добродетель и тогда не воздали бы должного Богу задарованные нам от Него благо. Посмотри, не имея никакой нужды в нас, но будучи самодоволен, он привел нас из небытия в бытие, вдохнул в нас душу, какой не дал ни одному из животных земных, насадил рай, распростер небо, под ним положил землю, зажег блестящее светило, землю украсил озерами, источниками, реками, цветами и растениями, а на небе поставил хор разнообразных звезд, сделал для нас ночь полезной не меньше дня, от доставляемого сном покоя и укрепления. Сон не меньше ясно питает наши тела, как видно из следующего. Часто видим и голод переносит продолжение многих дней, а без сна невозможно пробыть и немного дней. Ночь также прохлаждает и уничтожает в нас тот жар, который скопляется в течение дня частью от солнечных лучей, частью от дневных трудов, и таким образом восстановляет в нас опять бодрость на труды, а в зимнее время своей продолжительностью она еще более доставляет нам покою и отрадость, заставляя нас быть под домашнюю кровлею. И темнота сделана принадлежностью этого времени не напрасно и не без цели, но для большего успокоения. Как сердобольная матерь, желая усыпить беспокойных детей, берут их в свои объятия и, накинув на глаза их покрывало, усыпляют их так. Так и Бог, распростерши по вселенной темноту, как бы какой покров, успокаивает людей от трудов. Если бы этого не было, то мы все надорвались от суетливости или чрезмерного сребролюбия и от трудов. А теперь нас по неволе ночь отрывает от занятий. И такой закон природы не только тела наши восстановляет, но и душу не меньше тел. Говорит ли о тишине и спокойствии в это время? Как тогда все полно молчания, свободно от шума, не слышно ничьего крика, как это бывает днем, когда одни скорбят от бедности, другие жалуются на обиду, иные оплакивают болезнь, повреждение тела, другие смерть родных, иные потерют денег, иные другое какое-либо человеческое несчастье, которых так много. От всех этих несчастьей, как бы от треволнений, ночь избавляет род человеческий и успокаивает свои пристани. Таковы блага нам от ночи, а блага доставляемое днем известны всем нам. Что сказать об удобстве сообщений, которым мы пользуемся? Дабы продолжительность путешествия не отвращала нас от сообщения друг с другом. Бог проложил по всей земле кратчайший путь для нас, море, чтобы мы, живя во вселенной, как бы в одном доме, часто приходили друг к другу, и каждый, легко сообщая близнему свое, получал обратно находящеся у него, и таким образом, занимая малую часть земли, наслаждался благами всех стран, как бы обладатель всей земли. Подобно тому, как за богатым столом каждый гость может и сам предложено ему подать далеко сидящему, и от него получить лежащие перед ним, только протянув руку. Если кто станет исчислять и прочее все блага, то найдет неизреченное множество их, не их, если кемало части. Потому что как может человек измерить беспредельную премудрость божие. Представь себе только разные роды растений плодоносных, бесплодных, растущих в пустынях, в местах обитаемых, в горах, на равнинах. Посмотри на разнообразие в семенах, в травах, в цветах, в животных земных, в земноводных, в морских. Помни, что все видимое создано для нас небо, земля, море и все, что вниз. Как если бы кто построил для себя блестящий дворец, украшенный множеством золота и сияющий ярким блеском камней. Так и Бог создал мир и вел в него человека, чтобы он царствовал над всем. Еще более удивительно то, что кровлю этого здания Бог устроил не из камней, но составил ее из другого драгоценнейшего вещества и зажег огонь, не на золотом светильнике, но спустив светило сверху, повелел им протекать по кровле этого здания, чтобы мы получали не только пользу, но и великое удовольствие, а землю распростер в виде богатой трапезы. Все это Бог дал человеку, еще не сделавшему ничего доброго. Хотя человек после такого дара оказался неблагодарным своему благодетелю. Однако Бог не лишил его чести, а только изгнал из рая и этим наказал, чтобы воспрепятствовать дальнейшему возрастанию неблагодарности и удержать его от стремления к худшему, обо всем этом помышляя и как движимый Духом Божиим созертае и многое сверх того, и то, что было от начала мира, и что бывает каждодневно, и то, что бывает с каждым порознь, и что со всеми вместе, и то, что происходит явно, и что в тайне, еще больше явного, а также дела домостроительства единородного Сына Божия и будущее блага, обозревая вообще все, и во всем находясь, озерцая неизреченную любовь Божию, апостол, как бы низвергшись в неизмеримую бездну, постиг, сколь многим и великим он был обязан Богу и не воздал ему и малейшей части, поэтому он и сказал упомянутые слова, великим тщанием исследовал и малые согрешения свои, а добрые дела предавал забвению, а мы не так, но о грехах, сколь они многочисленные и невелики, мы не говорим и не помним, а если сделаем какое-нибудь малое доброе дело, то высказываем ее повсюду и не перестаем хвастать и надмиваться, да то ли пока не упраздним тщеслаем и самое малое добро. Имея это в виду, и Давид говорил, и что есть человек, что ты помнишь его, кроме того, обвиняя человека и в неблагодарность, он говорил, человек чести неразумен, уподобится скотам несмысленным. 161 признательному рабу свойственно смотреть на благодеяния, оказанные всем вместе, как на собственное, и пищить и заботиться так, как бы сам был должником за все. так сделал и Павел, хорошо опять вспомнить о нем, когда сказал, что Господь умер за него, во ныне, говорит он, что живу по плоти, то живу верою в Сына Божий, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Так говорил он не потому, чтобы хотел сократить дар Христов, но потому, что желал представить себя виновным во всем и возбудить в каждом такое же расположение Духа. Если бы Христос пришел и для одного человека, то дар его от этого не только не уменьшился бы, но явился бы еще большим. Почему так? Потому, что он показал бы такое попечение и об одном человеке, какое отыскивающее одну потерявшуюся отцу, поэтому Павел и смущался, поэтому и плакал. Если взявшие деньги взаймы и не могущие уплатить, утопаясь в великой бездне долгов, не едят и не спят отлучительные заботы, то чего не претерпит праведник, видя свой долг перед Богом, состоящий не в деньгах, но в делах. А мы не так, но уплатив хотя бы мало, ведем себя так, как будто уплатили все, и даже поступаем еще хуже, чем этого мало. Малого не делаем пристойно свободным людям ревностью, но наперед разведаем, если зато награда, великали награда, будет ли то вменено нам самим, произнося слова людей несвободных и наемных. Что говоришь-то, малодушный и жалкий человек? Тебе надлежит сделать нечто угодное Богу, а ты стоишь с заботой о награде. Если бы тебе за такое дело надлежало впасть в гиенну, то и тогда разве следовало бы уклоняться, а не с великой готовностью приниматься за делание добра? Ты делаешь приятное Богу, если еще другой награды. Истина, не знаешь ты. Какое великое благо угодить Богу, потому что если бы ты знал это, то никакой другой награды не сравнял бы с этим благом. Разве ты не знаешь, что награда тебе будет больше, когда ты станешь делать должное ненадеятельно награды? Разве не видишь, что и между людьми все особенно уважают тех, которые прежде наград имеют ввиду угодить им, и об этом стараются больше, чем о почете от них? Так люди столь благородно поступают даже с подобными себе, а ты столько облагодетельствованный Господом и столь многим многих ожидающий благ, когда надо сделать что-либо полезное для твоего спасения, прежде дело разведываешь о награде. посему мы и бываем всегда холодные и жалкие и не готовы ни к какому благородному делу, посему мы не можем быть в сокрушении и хотя немного собраться с духом, мы не помышляем внимательно о грехах твоих и не исследуем благодеяний Божиих и не смотрим на совершивших величайшие подвиги, мы потому забываем о добрых делах, что и благополучием пользуемся неумеренно и называя себя часто грешниками говорим это неискренно это видно из того, что когда услышим такое название от других мы сердимся и раздражаемся и называем это обидою так во всем у нас лицемерие и мы не подражаем мытарю который когда другой укорял его во множестве грехов перенес эти укоризны и получил плод от дел своих и пошел более оправданным нежели фарисей а мы не знаем даже что такое исповедание хотя исполнены бесчисленных грехов нам надлежало бы не только убедиться что у нас множество грехов но и все грехи свои малые и великие начертать на сердце как в книге и оплакивать как недавно совершенные тогда мы смирили бы и гордость души своей непрестанно напоминая ей о своих пороках памят о своих грехах есть такое благо что блаженный Павел часто выставлял на вид даже заглаженные вины свои так как все прежние вины он омыл крещением а после жил так чисто что не сознавал за собой ничего и не имел грехов о которых бы надлежало вздыхать то вспоминал о грехах омытых уже крещением и говорил Христос Иисус пришел в мир спасти грешника из которых я первый и еще верно меня Христос признал призвал на служение некогда бывшего хульника гонителя и обидчика ибо я попремногому гнал церковь Божию и разрушал ее и еще я не достоин называть апостолом такие грехи хотя и освобождают нас от виновности однако достаточно могут возбудить душу и расположить ее сильно возлюбить Бога так и Симон на вопрос Господа который из двух должников более возлюбив взаимодавца сказал думая что которому более оставилось и услышал правильно ты рассудил 163 когда мы помыслим о множестве прежних грехов своих тогда познаем чрезмерность милости Божией тогда преклоним голову тогда смиримся потому что чем более тяжкие грехи в которых мы виновны тем более мы будем сокрушаться так Павел вспоминал и о прежних грехах своих а мы не хотим вспоминать и о сделанных нами после крещения угрожающих опасности и подвергающих нас ответственности за них но если когда и придет у нас мысли каком-либо таком грехе мы тотчас устраняем ее и не хотим опечалить душу воспоминанием о нем и на краткое время а от этой бесполезной нежности происходит для нас множество зол потому что находясь в таком состоянии самодовольства и изнежности мы не можем исповедаться в прежних грехах своих как это возможно когда мы приучаем себя не допускать и воспоминания о них и легко впадем впадаем последующие если у нас всегда живо это памятование и душу беспокоит страх то с удобством можно искоренить изнеженность ее и беспечность но если снимешь с нее и эту узду то кто наконец удержит ее и не даст нестись безбоязн по шлемнинам и незримой с бездну погибели посему праведный Давид и представил ее тебе наказание представлял себе будущее наказание посему плакал посему воздыхал и при том весьма синий вам великим людям для сокрушения достаточно воспоминать о благодеяниях Божьих не помнить о своих доблести великим чтянием вникать не случилось никогда вам сделать какой-нибудь малый грех взирать на великих и весьма благоводивших Богу мужей после всего этого размышлять о неизвестности будущего о склонности людей к падению и греху чего боялся и Павел и потому говорил боюсь чтобы как проповедовать другим самому не остаться недостойным и кто думает что он стоит берегись чтобы не пасть так и Давид о всем этом помышлял в самом себе и рассуждая о благодеянии Божии говорил что есть человек что ты помнишь его и сын человеческий что ты посещаешь его немного умолил ты его пред ангелами славой и честью увенчал его а о добрых делах своих забывал так что при безмерном любомудрии своем сказал 2 царств 7.18 кто я господи мой господи и что такое дом мой что ты меня так возвеличил и этого еще мало показалось в очах твоих господи мой господи но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль это уже по-человечески господи мой господи что еще может сказать тебе давид ты знаешь раба твоего господи мой господи часто помышляя о добродетелях предков он почитал себя за ничто в сравнении с ними так сказав на тебя уповали отцы наши а о себе прибавил а я червь а не человек и неизвестность будущего имел он перед глазами так что говорил простите очи мои чтобы не уснуть мне смерть а себя считал виновным в столь многих грехах что говорил очи грехи мои ибо многие они и так вам великим людям достаточно и этого а у нас и и и и Достаточное основание к истреблению гордости и всякого высокомерия. Какое же это? Множество грехов, злая совесть. Когда она овладевает нами, то не допускает нас и при желании нашим подниматься на высоту. Посему прошу и умоляю тем дерзновением, которое приобрел ты пред Богом своими добродетелями, подать руку помощи нам, постоянно молящимся, чтобы мы могли достойно оплакать бремя столь многих грехов, и, оплакав, вступить на путь благоприятный, ведущий нас к небу, чтобы нам не пострадать вместе с отверженными, сошедший во ад, где никто не может исповедаться. И откуда уже никто не освободит нас? Пока мы пребываем здесь, то и мы можем получить от вас великую пользу, и вы можете весьма благодетельствовать нас. А когда отойдем туда, где ни друг, ни брат, ни отец не могут ни помочь, ни быть при нас во время наказания, то уже будет необходимо в стеснении и глубоком мраке и при полном отсутствии утешителей терпеть бесконечное наказание и быть несожигаемой пищей для всепожирающего пламени.